Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами будем продолжать рассуждать о слове жизни. У нас сегодня послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава с 19 стиха. Ефесянам 2,19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божье Духом. На этом мы остановимся. Братья и сестры, я сразу хочу обратить внимание вот на это выражение, ну, как по апостол Павел, он характеризует название «вы». Это обращение к верующим. Это к тем, кто составляет основу церкви, тем, кто пребывает в церкви. И вдруг апостол Павел заявляет такие слова «вы уже не чужие». Как это понять, чужие или не чужие? Ну, братья и сестры, вот обратите внимание, наши дети, я вот смотрю, дети выходят, дети на улицу, там в своих домах играют, родители выглядывают в окошке, глядывают, вдруг там подбегает соседский мальчик. Вот, братья и сестры, обратите внимание, это свои, а это чужие, они чужие. Они, может, очень хорошие мальчики или девочки, они играют с нашими детьми, но когда подходит время обеда, они бегут домой, а свои бегут домой, к себе. Они не чужие. Я хочу, братья и сестры, заострить наше внимание, если вы помните, вот когда Руфь-Майвитянка, помните, там вот умер ее муж, и вот когда Наиминь-Свекровь собралась возвращаться в землю Израиля, потому что на полях Майвитских она услышала, что Господь посетил народ свой и дал хлеб. И вот когда она стала двигаться в сторону Израиля, ее пошли сопровождать две снохи, Руфь и Орфа. И вот они подошли к границе, она останавливается и говорит, ну что, друзья мои, мои дочери, я очень жалею, что несчастье постигло мое, вас и меня, поэтому возвратитесь, каждая в свой дом. У меня больше нет сыновей, чтобы дать вам, мужья. И там написано, они поднялись сильно и плач, и стали плакать. И тогда Орфа простилась, повернулась и пошла в свои края. А Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя. Братья и сестры, обратите внимание, ее настоятельность, настоятельность, и она пошла вместе с Наименью. И там, в следующей главе, там есть такая картина встречи с Ваозом. Она утром проснулась, кушать нечего, и говорит, пойду я собирать колосья по следам того, кого найду благоволение. И когда она собирала, пришел хозяин этого поля, богатый человек Ваоз. Он сразу обратил внимание, чужеземка, не чужие, чужие, чужеземка. Кто это такая? Да это вот та, другая, вот Наимине, Сноха, вот она сама в утро, мало бывает она дома, она собирает, и он подошел познакомиться с ней. Он сказал, дочь моя, никуда не уходи, собирай здесь, подходи к моим сосудам, пей воду, и слугам я дал повеление, чтоб они не трогали тебя. Братья и сестры, и тогда она отвечает, что ты принимаешь меня, она с благодарностью, хотя я чужеземка, чужой человек. Это Руфина была из враждебного народа мавитян, о котором было сказано и десятое поколение, мавитян не может войти в общество Господне. Как это войти в общество Господне? У Израиля было такое, если какой-то языческий человек, с язычником, он хочет примкнуть к Израилю, к его религии, к ее Богу, он проходил необходимые там ритуалы, проходит какое-то определенное время, и он входил, и назывался уже Израилем. Он жил в израильском народе и соблюдал, поклонялся Богу Израиля. Так вот, братья и сестры, мавитянин и аммонитянин не может войти в общество. Они всегда были чужие. Братья и сестры, обратите внимание, это закон Моисея. Вы посмотрите на Руфь, чужеземка. Она из мавитского народа, и когда она заявила Наимине, когда Наимине, вот, говорит, сноха Орфа, подруга твоя, она пошла к своему народу, иди ты, и она сказала, не принуждай меня уйти от тебя. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты будешь, там я буду. Народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом. Братья и сестры, она удостоилась быть праматерью Господа Иисуса Христа. Вот Руфь, мавитянка, из народа, который не может войти в общество Господнее, чужой человек для Израиля, удостоилась этого великого, ну, я бы сказал, чести, права, быть праматерью Господа Иисуса Христа. Вы теперь не чужие. Я хочу сказать, братья и сестры, вот мы сидим все здесь, да, вот так смотрят, все верующие, все наши дети, наши внуки, мы взрослые, все верующие. А ну-ка задайте вопрос, мы чужие для Господа или нет? Мы чужие или нет? Я никогда не забуду одного брата, старого такого пресвитера, я был совсем еще молодой тогда, и мы, как-то где-то была такая возможность встречи, я ему задавал вопросы, задаю вопросы, говорят, ну вот как, а вот как православные, а как католики, они же верующие, как? И он мне примерно ответил так, ну, говорит, вот мы порой сельским хозяйством занимаемся, у нас огороды, мы, говорит, посеяли несколько таких полян, и вот когда взошло, ну, та же пшеничка, ну, мы больше знакомы, картофель сажаем, сажаем там помидоры, и вот проходит, когда они выросли, подходим, говорят, пшеница, одна в одну, хорошая все, травки нет, подходим к другой, там похуже, а третья вся заросла бурьяном, но там есть колоски, их там мало, это он мне объясняет так, поэтому, говорят, если есть братство, где в основном все свои, а есть народы, есть конфессии, он говорит, православные, католики, мы не можем сказать, что они все погибшие, может быть, там много травы, много сорняка, но там где-то есть колоски пшениц, который мне так объяснял, я сердечно это принял, принял, братья и сестры, потому что я верю, когда мы придем к Господу, найдет Господь, из этих народов, ну, истинных детей Божьих, нам только надо задать сегодня себе вопрос, я чужой или нет, вы не чужие, братья и сестры, это очень важно, как что надо сделать, чтобы быть не чужим, ну, вот, пришел человек впервые, или, может быть, ходит уже много лет, я знаю человека, который 20 лет ходил на собрание, я был тогда еще подросток, потом я стал уже проповедником, и он уже, когда я был служителем, тоже пришел к Господу, 20 лет он посещал собрание и был чужим среди христиан, и через 20 лет он пришел к Богу, после его избрали на дьяконское служение, братья и сестры, что надо сделать, чтобы не быть чужим? Я верю, братья и сестры, то, что мы называем Церковью Иисуса Христа, Статкалжа, Филадельфеи, Спрейль и так далее, непременно в среде народа верующих христиан будут окажутся чужие. Христос это показал пять мудрых, пять неразумных. Как они оказались? Они чужие. Они что-то не сделали и оказались чужими. Что нужно сделать? Посмотрите. Должно вам родиться свыше. Это Христос сказал. Обратите внимание, пришел человек по имени Никодим. Братья и сестры, это был учитель Израилев. И Христос ему сказал, ты учитель Израилев. Это человек в Израиле был высокого положения, он учил народ приближаться к Богу. И когда Христос сказал, если кто не родится, я его просто представляю, ночь он идет, это очень уважаемый учитель, он боится иудеев, пришел ночью, скрываясь, они так одевали голову, такие покрывала, чтобы не узнали. И вот когда Христос говорит, если не родишься, свыше, не можешь. Я так представляю удивление. Это я не войду? Да, ты не войдешь. Если ты не родишься свыше, ты не можешь войти в Царствие Бога. Ты не родился в эту семью. Ты просто здесь не имеешь права. Друзья мои, дорогие, я хочу обратить внимание, это такой вопрос, почему мы собираемся, почему мы разбираем, почему мы проповедуем, чтобы нам не оказаться в числе неразумных дел, чтобы нам не подойти к дверям вечности во время прихода Его. И перед нами закроются двери, мы услышим голос, я никогда вас не знал. Что нужно сделать? Вы скажете, родиться свыше? А как это? Что это? Как я должен? Братья и сестры, слушайте второе. А тем, которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Братья и сестры, этот стих, вот, сколько я верующий, он меня всегда восхищает. Он меня как-то приковывает. Я чужой человек для Бога, живущим в этом мире, тем, которые приняли веру дал власть, власть права, которые от Бога родились, они родились в семье христиан. Я как-то говорил вам этот пример, который я переживал, ну, просто наглядный, там, где я жил, в городе Чемкенте, там у нас такой проездик, я в узком проезде жил, там бугорок такой, а здесь широкая улица Чернышевска, это я для чемкентцев говорю, я ей шел по Чернышевску, а потом заворачивал на свой проезд, и там метров двести мой дом, и смотрю, там вокруг нас жили казаки, узбеки, и мои дети, их довольно много было, они все там играют, они часто играли вместе, и кто-то из сосед бегает, папа идет, они посмотрели, и все бегут, а казачата смотрят, и за ними бегут, этого тага бежит, подбегают ко мне, мои дети, кто на шею, кто на плечи, а те стоят в сторонке и смотрят, они чужие, они не мои, они не имеют власти, дам власть быть чадами, борщами, вот братья и сестры, это дети, рожденные в моей семье, они получили власть, право, братья и сестры, с нами это произошло, мы имеем эту власть, это право, это очень важно, братья и сестры, пока мы на этой земле, мы должны об этом думать, очень важно быть в семье Иисуса Христа, кто-то хочет быть в списках христиан, я вот в своей практике пресвитерского служения не раз встречал такие случаи, когда вот где-то наши верующие живут и такое доброе свидетельство являют посторонним людям, они смотрят, какие хорошие люди, и тогда приходят на собрание, а кто тут у вас старше, ну, говорит, он пресвитер, подходит, здравствуйте, здравствуйте, знаете, я хочу, чтобы вы записали меня в свое общество, вы хорошие люди, записаться в общество, и порой люди думают, на этом все, братья и сестры, и мы порой служители делаем эти ошибки, мы порой по нашей неопытности, по нашему невидению принимаем невозрожденных людей, они нерожденные, они не дети Божьи, они случайные, ну, есть такое морское вложение, балласт церкви, балласт общества, поэтому, братья и сестры, в чем опасность, мы вот сидим, надо задать вопрос, когда я родился, когда я вошел в церковь, когда я стал частью, особенно молодежь, подростки, вам уже надо вопрос этот решать, не просто заниматься чем там, когда, я наблюдаю, порой, когда братья проповедуют, многие подростки не слушают Слово Божие, они чем-то заняты, этот вопрос звучит к вам, вы должны, как вы принадлежите в семье Иванова, Петрова, Сидорова, так вы должны родиться в семью Иисуса Христа, и тогда Господь скажет, вы уже не чужие, вы свои, вы мои, вы часть моя. Второе слово, не пришельцы, пришелец, пришлый человек, вот сейчас нам это не совсем понятно, в своей юности я, наверное, те, которые моих лет помнят, тогда наши деревни, в городах, может быть, это меньше, а в деревнях каждый день по несколько пришельцев, пришелец, не имеющий дома, пришелец, не имеющий ничего, он ходит от дома в дом, от деревни в деревню и просит подаяния, он пришелец, он пришел в эту деревню, посмотрел, поросил одного, там его прогнали, пошел к другому, тоже прогнали, пошел в другую деревню, а эта деревня, говорит, ничего не даст, ну, может, бедные люди, он пришелец, и Павел апостол вторым именем обращается к нам верующим, вы не пришелец, как это понять, когда мы читаем Библию, то находим, ну, помните, апостол Петр во второй главе первого послания, одиннадцатый стих, он говорит, возлюбленную, прошу вас, как пришельцев и странников уклоняться, это Петр говорит нам, вас, как пришельцы, что такое, тут, говорят, вы не пришельцы, а Петр, говорит, вы пришельцы, братья и сестры, по отношению, по отношению небесного царства, если мы рождены свыше, мы не пришельцы, а по отношению этого мира, если мы действительно рождены в семью Христа, мы пришельцы, мы должны быть пришельцами на этой земле, а там в царстве Божьем мы не пришельцы, мы уже сограждане, братья и сестры, вот когда мы читаем, просматриваем Слово Божие, вы посмотрите, Авраам, верою обитал он на земле обитованной, как на чужой, ибо ожидал города, обратите внимание, он обитал на земле, братья и сестры, обитованной, о той земле, о которой Господь сказал, я дам тебе и твоему роду эту землю, но он на ней обитал, как на чужой, что ты, Авраам, что с тобой, ты имел такую близкую связь с Господом, Господь являлся тебе, Господь когда-то показал тебе на небо, под звезды, посчитай, посмотри, вот так будет у тебя потомков, встань и иди в землю, которую я укажу тебе, Авраам поверил, это вменилось ему в праведность, я хочу обратить внимание, братья и сестры, Авраам, получив, увидев, пришел в эту землю обитованную, написано, он жил на ней, как чужой, почему? А он ожидал города, художник и строитель, которого Бог, Аврааму было открыто что-то более, вот эта обитованная земля, которую я даю твоему народу Израилю, из-за которой тысячелетия идет борьба Израиля с окружающими народами сегодня, это особенно мы видим, братья и сестры, это обитованная земля, и я верю, Бог выполнит свое обитование, и думаю, очень скоро, он соберет туда всего народа Израиля, но Авраам живет, как на чужой, почему? Его вера настолько простиралась к Богу, что он ожидал другое что-то, города, строитель и художник, которого Бог, вот Аврааму он для этого мира был пришельцем, братья и сестры, мы ожидаем этого города, у нас есть это тяготение, не просто теоретически, а, да, будет царство Божие, Господь нас заберет туда, и мы будем там вкусный кофе пить, ну, так я иронизирую, это должно быть такая тоска, там линия, мы должны очами веры, это ожидал города, посмотрите, еще одно место, многие праведники говорили о себе, что не странники и пришельцы на земле, они стремились к лучшему, к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот, братья и сестры, какая уверенность, эти правдники, это написано, братья и сестры, обратите внимание, в послании евреям в 11 главе, в этой главе показаны страдания вот этих мужей веры, ноги были перепиливаемы, скитались в мелотях, в пустынях, они пережили, но они смотрели куда-то вдаль. Я хочу обратить внимание, это для нас пример, Библия советует нам быть пришельцами не в Царстве Божьем, не в Царстве, а на земле, в Царстве Божьем, в этом городе, который приготовил Господь и который сойдет с неба, мы должны быть, как дети его, как имеющие власть и право на этот город, а на земле мы должны пришельцы. Порой с нами получается совершенно противоположное, о небе мы не думаем. Братья и сестры, я просто хочу вам привести такой пример. Мне порой приходилось встречать, вот, когда стоишь, ну, никогда не забуду 90-летнюю бабушку, 90 лет, всю жизнь верующая. Мы в доме проводили собрание, дочь ее 70 лет, мы там проводили собрание, приезжали, это село, там их несколько собирались, я помню, приехал мы туда с группой молодежи, поем, там проповедуем. И дочь подходит ко мне и говорит, слушай, поговори с бабушкой, что такое? Она была сильно согнута, ей было, ну, 90 лет, там уже все согнуто, все устарело, все, ну, как ветхий человек наш тлеет. Эта бабушка докучает своей дочери, сделай что-нибудь со спиной, чтобы выперемилась спина. керосином машка, кто-то ей сказал, керосином машет, а дочь говорит, воняет в комнате, этот керосин нет, дышать трудно, а бабушка, братья и сестры, я начал беседовать с этой бабушкой, бабушка сколько лет, не говорит, она, видно, поняла, к чему я, зачем вам этот керосин, бабушка, вы уже одной ногой там, не понимает бабушка, братья и сестры, она держится за эту жизнь, она не пришелец здесь, она здесь гражданка, а туда она пришелец, она туда не рвется, сколько я видел, вот стоишь у постели, они говорят, Николай Александрович, я не грешу, я прошу каждый день, Господи, возьми меня к себе, я говорю, не грешите, молитесь, если есть дерзновение, если вы видите эту родину, видите, вы не грешите, братья и сестры, не пришельцы, вы не пришельцы, вот я просто, вот почему мы сегодня идем по разбору, Бог хочет нас, ну, есть так написано, чтобы дать здравый смысл, Слово Божье, это обетование настолько верно Господь это делает, братья и сестры, когда мы в Царстве Божьем пришельцы, ну, извините, в Церкви пришельцы, пришел, хорошо, я где-то читал одну христианскую историю, историю христианства, и там описывали события вот первых двух, трех веков, когда сильно было гонение, и приводили такие случаи, когда началось гонение, некоторые христиане становились язычниками, они приносили жертву императору, и они были свободны от гонений, как только гонение прекращалось, император другой сменился, выпустил эдикт, что гонение прекратить, они появлялись в Церкви, с таким достоинством им тоже христиане, братья и сестры, это пришельцы, в среде народа Божия, пришельцы, и апостолы, вот когда мы читаем Библию, братья и сестры, вот когда израильский народ вышел из Египта, помните, они шли, и там написано, вместе с Израилем, с Египта вышло много иноплеменных людей, я сначала не понимал, а что они пошли с Израилем, призыв, выведи народ мой, так говорил Господь об Израиле, он обращался через Моисея к фараону, отпусти народ мой, Израиля, а когда вот эти люди иноплеменные увидели казни, чудеса, силу Божью, и когда Израиль двинулся, они за ним толпой пошли, огромной толпой, с таким Богом хорошо, все будет, все хорошо будет, и пошли, а Господь их повел в пустыню, вы никогда не задумались, почему водички не было, почему мясо не стало, почему они роптали, да надо было проверить, кто из них, братья и сестры, пришелец, а кто постоянный, и обратите внимание, там написано, когда не стало водички, пришельцы стали обнаруживать прихоти, а что, а зачем Бог вывел, а воды нет, и мяса нет, что будем, только эту манну надоело нам мясо, это пришельцы, они во время испытания, им не нравится, пришелец не такой, братья и сестры, я полагаю, эти пришельцы быстро все убежали, он с таким Богом, зачем идти дальше, мы думали, тут будут, знаете, плов кругом, знаете, полные котлы, мясо, и будем так идти плыть до самой обетованной земли, а тут появились амаликитяне, там побили него, о нет, назад, пришельцы стали обнаруживать прихоти, а потом написано, а с ними и сыны Израиля сидели и плакали и роптали, кто накорбит нас мясом, это заразительно, пришельцы заражают народ Божий, поэтому, братья и сестры, вот это слово, вы не чужие и не пришельцы, у нас Родина на небесах, мы туда должны быть, если, братья и сестры, сравнить вот наше жительство на небесах и вот эти семьдесят восемь лет, которые живем на земле, это примерно капля одна и огромный океан, вот капля это наша земная жизнь, океан это вечность, и мы порой пренебрегаем океаном благ будущих ради капли сегодняшней жизни, мы тогда являемся пришельцы, пришельцы, в Новом Завете есть такой прекрасный пример, это когда мы с вами читаем шестую главу Евангелия от Иоанна, это самая такая трудная глава, когда Христа окружали ученики, многочисленные ученики, которые за Ним следовали, видят чудеса Его, и вдруг Он говорит, кто не будет есть тело моего и пить крови моей недостойны меня, вот представьте, это Христос сказал, и Он там несколько раз повторял, как мы можем есть плоть Его, они там задают вопросы, дискуссируют, как это так, что это такое, а Христос как будто, у меня даже когда я читал сначала, Господи, ну зачем ты повторяешь, оно и так звучит, смотри, сколько ропчет, а ты еще повторяешь, Господь как бы делает удрение на это, и когда Господь утвердил эти слова, многие из учеников Его сказали, какие странные слова, кто может это слушать, и обратились, и пошли во своясь, ушли, я вот читаю это, думаю, Господи, ну что ж ты потерял так много своих сторонников, ну может, я бы на твоем месте повел, братья, вы же не поняли меня, остановитесь, я сейчас вам все растолкую, а Христос поворачивается к двенадцатому, вы, может, тоже пойдете за ними, вы не хотите за ними пойти, и тогда куда нам идти, ты имеешь глагол жизнь, вот, братья, сестры, это, знаете, фундамент, фундамент, поэтому я обращаю внимание, чтобы нам не быть пришельцами в церкви, в царстве Божьем, чтобы решать вопрос членства, быть частью тела Христа, это, братья, сестры, поставить на веса всю свою жизнь, все свое упование, все свое стремление, но сограждане святым, гражданство, братья, сестры, за это гражданство мы очень много ратуем, общен усилий у нас гражданство иметь, друзья мои, и вот Господь говорит, сограждане святым, в чем суть небесного гражданства, мы никогда не задумывались, ну в чем, где, как мне получить это удостоверение, мне кажется, братья, сестры, в Библии есть очень хорошее место священного писания, которое показывает, как нам иметь небесное гражданство, когда мы откроем книгу откровения, пятая глава с восьмого стиха читаем, и когда он взял книгу Агнец, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фемиана, которые суть молитвы святых поют новую песть, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле. Братья и сестры, это сильное слово. Это момент, когда братья и сестры Иоанн увидел там небо, престол, увидел у сидящего на престоле Отца Небесного книгу и кто может прочитать? Иоанн говорит, никого не нашлось, ни на небе, ни на земле, ни под землей. И написано, Иоанн, я много плакал. И тогда один ангел сказал, не плачь, вот левый с колена Иудина, он победил, и тогда подошел Иисус, взял эту книгу и снял печать. И тогда все упали, вот эти братья. Ты искупил нас кровью Своею и соделал нас царями и священниками. Мы сейчас, братья и сестры, даже не представляем, какая слава ожидает верных детей Божьих на небе. Просто не представляем. Мы порой так, знаете, мы где-то побывали в таких красивых, ну, кто-то в Сочи был, кто-то каких-то таких, ну, здесь в Америке вот поедут, мои дети вот в Флориду, там по Богу, ой, папа, какая красота, ой, какая красота. Мы представляем что-то. Братья и сестры, не видел глаз, не слышало уха, не приходило на сердце, что Бог приготовил любящим его. Братья, вот что приготовил. Гражданство неба. как его не променять бы нам? Как бы нам не отнеслись к нему равнодушно, беспечно. Это очень важно. Вы сограждане святым, святым. А кто такие святые? Вы никогда не думали? Где они эти святые? Где их искать? Братья и сестры, я хочу, вот посмотрите, когда мы читаем Колоссянам первую главу с девятнадцатого стиха, давайте прочитаем ее. Колоссянам первая глава с девятнадцатого стиха. Ибо благогодно Богу было от суть, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все умиротворив через него кровью креста и земное и небесное. И вас бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его смертью его, слушайте, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собой. Еще раз слушайте, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Братья и сестры, вот сказано, неповинными, святыми, святые, братья и сестры, в тот момент нашего искупления, вот представьте, вот момент Голгофы, момент Голгофы, Христос висит распятый, стекающий кровью, избитый, и был обезображен паче всякого человека, то есть он на человека не был похож, настолько и страдало тело его, и в это время один из разбойников поворачивается к этому, паче всех избитому и говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие свое. Многократно братья и сестры размышлял и порой ставил себя на место Иисуса и задавал вопрос, а что бы ты ответил этому разбойнику? И мне сразу на память я бы сказал, ты бандит? И тебе прям туда в царстве? Тебя прям туда, что ли? Да ты немножко посиди в тюрьме лет 20, там тебя поколотят, а потом посмотрят? Наверное, б я так ответил. А Христос сказал, ныне будешь со мною в раю туда, где ничто нечистое не войдет и преданный мерзости там. А что, он что, не преданный мер? Бандит, разбойник, хулиган. Ныне брать еще святой разбойник, можно назвать его так. Это чудо, то, что Господь делает с нами, братья и сестры, чудо. Вспоминая одного человека, 17 лет, просидел в тюрьме, пришел с тюрьмы и вот стал приближаться к Богу. Ну, я тогда был уже присвитером, мне приходилось с ним неоднократно беседовать, вот так вот сядем, ну, вот, ну, что ты там делал в тюрьме? Он ухмыляется, говорит, ты не спрашивай, что я там, ты лучше спроси, что я не делал. Мне на это легче ответить, потому что все остальное я делал. Я утопал в самой грязи. И что не делал это, братья мои, сестры, и он стал святым, неповинным. Братья и сестры, это чудо, которое Господь, это святые, и мы сограждане этим святым. Вот, братья и сестры, там на небе пристанут все эти люди, и дай Бог нам оказаться среди их, и мы будем смотреть на наши, а если мы заглянем в свою биографию, уж такие мы святые, уж такие мы, ну, здесь-то мы святые, конечно, мы улыбаемся, а как только человек ушел, у нас, уж как ты надоел мне. Наша порой такая святость. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, Господь, вот есть одно такое место священного Писания, если я его сейчас, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, евреям 10-14. Братья и сестры, думайте в эти слова. Мне часто задают этот вопрос, особенно те, которые говорят, что мы на земле достигаем совершенства. Я встречал, это целое учение. Вот мы на земле достигаем совершенства и больше не грешим. Мне много приходилось дискуссировать с этими людьми. Я говорю, ты что, не грешишь? Ну, почти уже нет, почти уже нет. Братья и сестры, тут иной смысл. Посмотрите, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми, то есть спасение, которое подарил нам Господь, оно имеет совершенное действие. Оно не может быть изменено. Если я пришел ко Христу, если я упал у креста Голгофы, если я признал свое банкротство и сказал, Господи, вспомни меня, свои братья и сестры, то спасение совершенное. Господь оправдывает, омывает, очищает. Он не может поступить иначе, если только я делаю искренне. Если у меня нет лукавой мысли, лукавой мысли, как-то один человек говорит мне, а что нужно, надо покаяться, ну как это, ну надо признать свою, ну хорошо, напиши мне на бумажке, как я выйду покаюсь. Я говорю, нет, это не пойдет, там должно, тут созреть, если не тщетно уверовали. Поэтому братья и сестры, то спасение, которое Бог дает нам, это святые люди, освящены, единократным приношением Господа. Некоторые порой полемизируют и говорят, ну что, миллиарды людей, погибших грешников, а что, Христос один из, что, жертва его настолько сильна, что всех спасает? Я обычно привожу такой пример. Представьте, в нашем саду оказался огромный муравейник, там несколько миллиардов муравей, они там копошатся. И я прозевал, а мой двухлетний малыш побежал туда, залез муравейник, слышу, кричит, прихожу, он весь в муравьях, они искусали его, я прибегаю домой, очищаю, в скорую помощь, а потом думаю, нет, это не погубит моего сына, я подгоняю самосвал, подгоняю эту черпалку, согребаю всю эту землю с муравьями и в болото увожу. Для меня эти миллиарды муравей ничто не значит ради моего сына. Соотношение. Братья и сестры, мы пред именем Господа, если собрать их вместе, так написано в Библии, то мы все вместе будем легче пустоты. Жертва Сына Божия, Творца Вселенной, жизнедавца, она достаточно, чтобы спасать всех людей. Кто не хочет, будет отвечать. А если я принимаю, я становлюсь согражданом, святым, я прилипляюсь к ним, я стою одно с ним и свои Богу. Свои. Свои. Знаете, братья и сестры, вот это свои. Где-то я читал в какой-то книге, знаете, это было, ну, это, наверное, в иудейской войне, когда Иосиф Лавий, уже был Ярусалим, взят римскими войсками, и римляне в такой злобности, они долго стояли под стенами Ярусалима, они настолько уничтожали евреев, и много распинали. И когда распинали очень много, то Иосиф Лавий, будучи другом Титу, военачальнику Титу, говорит, дай мне несколько, и он дал ему, мне кажется, 70 человек. Я дарую тебя, вот иди, выбирай 70 человек. И он ринулся к этим убиваемым, и подходил к распятым, и находил тех, кого он искал. Он говорит, снимите, это мой человек. Он имел эдикт полководца Тита, и воины безукористно делали свои Богу. Братья и сестры, если Господь меня и тебя называет, это мой человек. Посмотрите, как Господь говорит, отпусти народ мой. Вот эти израильтяне, которые роптали, народ мой, я создам церковь мою. Вот братья и сестры, мое. Я просто хочу задать вопрос, потому что мы подходим к концу. Нам нельзя быть такими, знаете, просто следовать за гуртом, за толпой. Мы должны лично, внутренно, в духе пережить это родство с нашим Господом. Это должно жить в нашем сознании, в нашем сердце, в нашем духе. Это должно быть в нас, что я, а если у кого еще нет, если кто-то не решил эти вопросы, или ждет какого-то более, или хочет насытиться рожками этого мира, я, говорит, вспоминаю одного человека, когда я его призывал, он говорит, ну, еще рано, я еще молодой, я вот погуляю, повеселюсь, напьюсь всего от этого, а потом, говорит, когда в старости тогда приду, а я иронизирую, когда вам два костыля дадут, две тросточки, или на теле, тогда вы скажете, Господи, теперь я к вам, вы тогда не придете, Господь не даст вам этого, видя ваше лукавство, посвятить себя от юности, посвятить всем сердцем, стать его детем, братья и сестры, это великое несчастье, я просто свидетельствовал, вот мне уже к 80 идет, с юности я познал Господа, вот понимаете, не было ни одного момента в жизни, хотя бы какого-то, чтобы я пожалел, хотя много было проблем, много трудностей, много противлений, все пришлось встретить, но чтобы когда-то я пожалел, ну, зачем, да, мне люди говорили, ты портишь свою жизнь, ты портишь свою карьеру, ты теряешь много на земле, если бы ты отказался от Бога, мне много это говорили, братья и сестры, нет ничего дороже сограждане святым и своей Богу, увидел я страдания, вечный, всемогущий, непостижимый бог называет уверовавших искупленным своим народом, братья и сестры, вы понимаете, в чем суть, что мы свои Богу, ну, в Америке это очень важно, вот мы, я порой приезжаю, внуков, там у меня есть внуки такие маленькие еще, в Спринфиле, они говорят, деда, пойдем гулять, ну, берем там такие площадка, там много я за ними вот так наблюдаю, я за своими наблюдаю, ну, думаю, там мальчишки, там упадет, там шибется, я стою, я ответ, это мои, а так Господь смотрит на своих, горе он тут, болезнь постигла здесь, несчастье постигла, он Бог мой, а я народ его, я дитё его, я свой для Бога, братья и сёстры, это великое счастье, последнее, на котором и вы устрояетесь в жилище Божьего Духа, как сильно сказал, мы устрояемся, мы никогда ничего не устрояли, что-то надо устроять, ну, я хочу дом строить, я корчу и деревья, я строил дом сам, рыл в это, о, здесь рыхлая земля, я копаю глубже, до грунта хорошего докапываю, я устрояю свой дом, мне жить, вы устрояетесь в жилище Духом, апостол Пётр, это во второй главе, пятом стихе, и вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, братья, слова-то какие, не просто устрояйте трафарет, напишите, я христианин, и вперед, а там как будет, не так, устрояйте себе дом духовный, не дом, священство, да еще святое, чтобы приносить духовные жертвы Богу, братья, сестры, как это важно, мы становимся частью, камнем, великом доме Божьем, помните, мы, мы его, дом его, мы, и тогда, братья, сестры, если мы это все сохраняем, я в заключении читаю текст Священного Писания, в девятнадцатой главе Откровения, когда, там, дьявол был уже брошен в озеро Ог или в темницу, вот это битва Армагеддон, вот эти все были, птицы напитались трупами, и потом в седьмой стихе мы читаем, возрадуемся, возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, приготовила. Ну, братья и сестры, мне много приходилось в своей жизни сочитывать молодых. Ни раз не видел, чтобы невеста пришла в домашних тапочках, в халате и фартухе, где она там дома делала, пришла, забыла, говорит, вы видели это? Как она готовит себя? Как там девушки и умные сестры ее всю разукрашивает, как они над ней работают, приготовила. И сюда когда-то она по его, мы все на невесту смотрим, к жениху мы как-то привыкли, он в костюме, как обычно в рубашке, мы все на невесту смотрим. Братья и сестры, это в вечности так будет, в вечности так будет, жена его приготовила себя. Пусть Господь поможет нам жить так, что мы свои Богу. Мы не пришельцы, мы не чужие, мы семья Господа, чтобы возрадоваться, возвелиться. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok